Продолжаем наш урок и так начнем остановиться. Вот у нас шейп на котором наши текстуры наложены, которые мы с вами делали. И теперь сейчас делаем большие правки настройки до рендера. И так начнем. Давайте мы с вами создадим плоскость таким способом. И нам с вами нужно именно на этом нашем шейпе удалить лишние полигоны. Давайте конвертируем поле, полигоны и срежем нужную часть полигонов до горизонта. Давайте выставим таким способом. И останется нам теперь применить модификатор нормал, чтобы инвертировать наши полигоны, чтобы изображение внутри было видно. И к нашей плоскости применить цвет, который будет затенять. Откроем материалы, редактор материалов. Вот. Нажмем Color. И здесь выберем цвет. Серо-фиолетовый. 7790. Проблизительно так. Вот. Будет такой цвет. И применим его в плоскости. Посмотрим, что у нас получилось. Вот. Конечно, нам этот цвет немножко придется затенить. Давайте будем затенять его. Вот. Еще темнее. Можно еще темнее. Уже хорошо. Так. Убилось. Так. Ок. Так. Готово. Вот он готовый. Теперь сам шейп. Давайте мы подразим сюда текстурку. Просто натянут саму текстуру на шейп этого мало. Выделим наш шейп. Применим Color. Нажмем на материал. Bitmap на рабочем столе. Вот он еще один. Вот. И назначим. Для чего это нужно? Это нужно для подсветки. Видите, да? У нас материал ярче. Ярче стал светиться. Вот здесь мы будем с вами настраивать яркое свечение нашего неба. Изнутри. Это очень нам пригодится. Так. Следующее, что нам нужно добавить. Это камеру. Перейдем во вкладочку. Камеры. Вот. И выберем камеру Target. Вот. Камеру мы с вами поставили. Так. Давайте мы вот эту точку. Сами здесь. Так. Камера появилась здесь. И правой кнопкой нам нужно выбрать след камеры. Камера. Select View это select камера. Вот. Теперь мы с вами видим. Вот изнутри у нас шар. Облака соответственно. И так далее. Что нам нужно сделать с вами? Первым что нужно сделать это нам нужно чтобы наш горизонт был не полугруглый. А более менее прямой. Вот. Давайте мы камеру пустим чуть ниже. Вот. И сам точку камеры тоже давайте с вами пускать. как можно ниже. Чтобы получить нам эффект плоскости плоского ровного горизонта. Вот мы с вами получаем плоский горизонт. Так это готово. Давайте делаем визуализацию. Вот. Видим что у нас получается очень яркое изображение. Вот. Для этого мы с вами здесь будем затенять его до нужного необходимого. Еще затенем. Можно еще чуть-чуть. вот таким способом. Готово. Нажимаем клавишу ОК. Так. Это у нас готово. Вот. Что теперь нам нужно сделать. Теперь мы открываем самый простой рядышком материал. Вот. Можно выбрать стандартный визуализатор. Можно поставить резкий. Вот. Ну. Мы сейчас будем работать со стандартом. Так. Нажимаем клавишу ОНО. И выбираем здесь наш материал. Рефлект. Нажимаем ОК. Открывается такое у нас под меню. Вот. Что нам здесь нужно расстроить. Здесь мы включаем From файл. Сохранить файл. Вот. Сизе. Здесь мы ставим размер 512. В нашей текстуре. Вот. И. Теперь. Сохранение файла. Куда. Нажимаем клавишу. Вот. У меня есть какая-нибудь папка. И мы ее сохраняем под номером 1. Ну. Пусть будет формат будет. ТГА. Сохранить. Итак. Готово. Теперь нам нужно перейти в наш Viewport. Нижний. Где камера. И. Нажимаем клавишу. Pick. Object. Render Maps. Теперь нам нужно выбрать нашу камеру. В данном случае она нас выбрая. И нажимаем Pick. И идет рендер текстуры. Кубмап. Кубмап. Кубмап из которых состоит из 6 карт. Мы можем здесь нажать. И посмотреть что у нас в данном случае получилось. Как мы видим у нас образовывается 6 наших текстур. Это нашей папки. Вот. Итак. Качество нас устраивает. Цвет нас устраивает. Вот. Все у нас готово. Вот. На этом мы закончили. Кубмап у нас. Текстура кубмап у нас создалась. Вот. Теперь у нас осталось ее добавить. Наш. Сталкер. Наш игру. Продолжим. Открываем Photoshop. Наш. Вот. Давайте так. Эта нам больше не нужна. Текстура. Откроем нашу любую попавшуюся скайбокс текстуру. Которая у нас есть в игре. Вот. И немножко сделаем сейчас небольшие изменения. Всегда мы сейчас подгрузим с вами наши текстуры из нашей папки. Так. Готово. И подгрузим один шаблончик. Как я этот шаблончик специально сделал для вашего удобства. Он будет нише под видео. Вот он наш шаблон. Как правильно распределять наши текстурки в нашем боксе. Вот. Так. Давайте посмотрим. Все мы начнем. Первое что у нас идет. Это наша текстурка. Полностью задний фон. Давайте под нее поставим. Вот. Следующий идет один ВК. Один ВК у нас идет самая первая. Поставим ее здесь. Следующая верхняя. Есть некоторая особенность. Что нужно именно для верхней текстуры. Для потолка нашего бокса. Необходимо повернуть текстуру против часовой на 90 градусов. Вот так мы повернули. Все это у нас готово. Это у нас будет идти наш потолочек. Следующий идет. Right. Мы его поставим. Самый последний. Еще один у нас идет. Это Left. Вот здесь. И Front. Вот у нас идет сюда. Так начнем. вставлять наши картинки. Теперь что нужно сделать. Давайте мы с вами сюда добавим. Восмотр. Добавить направляющую. Добавить новое направляющее. Нам нужно горизонтальное направляющее. Нажимаем клавишу Да. Вот. И ее немножко пока опустим. Так начнем вставлять наши картинки полученные. Так. Посмотр. Включаем привязку. Включаем привязку. Котово. Следующее изображение. Готово. Следующая верхняя часть. Мы ее повернули на 90 градусов поутре часовой. Так. Нижний фон. так же поставим сюда и последняя наша текстурка так мы видим что мы вот с вами все поменяли ну а теперь вот в этих вот именно четырех наших картинках нужно фон опустить как можно ниже давайте мы с вами пока скроем наши задний фон и верхнюю часть и делаем так объединим видимые слои применим трансформирование и мы с вами опускаем таким вот способом как можно нише готово в данном случае у нас направляющий нам не пригодилась теперь у нас получилась наша готова текстура выполнил сведения можете также немножко поработать нашим разображением добавить яркости контрастности так далее тут уже ваш так будем считать что мы с вами создали первые куб map текстуру давайте мы сохраним сохранить как данном случае я и буду сохранять сразу же в sdk наш я буду использовать с sdk 0.4 так как у 0.7 нету эффекта динамического эффекта погоды 0.4 это можно включить эффект и посмотреть что у нас получается давайте мы назовем под номером 13 поставим формате тега обязательно их сохраняем так мы закончили сами теперь именно непосредственно будем сейчас работать нашим новую гитаре запускаю 0.4 напоминает а можно выставить погоду вот так откроем имидж чекнуть текстуры внутри найдена одна наша текстура у нас уже идет куба мап вот вот и нажимаем кнопку окей создается наша куба мап текстура еще раз заходим к имидж имидж эдитор нажимаем нашу sky вот и нам нужно сказать создать что-то похожее на минимальные текстурки идет создание долго идет поэтому поставлю только на паузу на паузу так текстурка у нас создалась нажимаем окей вот и закрываем так теперь мы переходим в параметры опции открываем погоду и включаем какую-нибудь погоду на паузу мы видим с вами появился вот и наш skybox который мы с вами делали вот можно посмотреть на небо вводе швов нету получилось довольно-таки симпатично вот конечно есть некоторые агрессии небольшой полосы но это уже зависит от вашего мастерства и качества работы на данном виде я показываю только принцип создания а все остальное качество вот это же зависит от вас также нижняя часть текстуры которую на самом деле тем вот вы можете сделать любой другой ну вот либо вообще поставить туда имитацию города городского типа поселка городского типа так далее это уже на ваш вкус и усмотрение вот на этом все спасибо за внимание с вами Андрей Непрович до скорой встречи на этом все я думаю что это это что это это